Привет, привет всем на нашем канале. Адольф Юрьев, наша команда приветствует вас. Ребята, так, значит, я затрагиваю момент такого легкого описания, вернее говоря, разъяснения характера. Это по следующей коробке NART, ввиду того, что, получается, мы закончили позицию на наших бортиках, где мы выделяли, получается, фигуру. Значит, сейчас в данном случае мы это отлаживаем, то есть мы на следующем этапе будем готовить вот эту часть. Мы ее подчеркиваем и, соответственно, будем переходить в стадию, получается, тонировки, грунтовки и прочее. Сейчас я частично расскажу о моменте следующего. Значит, мы взяли, прочертили резетку, соответственно, отделили, получается, центр. Соответственно, сделали здесь большой треугольник, то есть делаем такой своеобразный каркас, называемый уже скелет. Здесь он не совсем в чистой форме, но, в принципе, в данном случае он потом все это будет подчищаться. Дальше. Что такое имеет в себе традиционная разметка? Это, как правило, да, используют линейку, начертили ромбики, там, разную фишку и прочее. В данном случае, ввиду того, что у транспортирования чуть не тот охват, ни чуть не тот поворот, то есть мы использовали нашим следующим образом. Это взяли диск простой, это взяли, получается, его сломали. Согласно нашим позициям, которые у нас были линии вторично отделенной, получается, круг. Мы применили положение нетранспортированного такого вот полукруга. И вот таким образом, получается, мы поразмещали. То есть наша разметка, что самое интересное, смотрите, мы вышли вот сюда, в край. Вот здесь, ввиду того, что получается фреза, все это, все это, в конечном результате вот здесь, вот здесь, в этой части. Оно вот так вот под легким углом, где фреза, вот так вот снимается сливонько, потом подшлифовывается. То есть тоже есть свой плюс именно в коробках с фрезами, не характера, как у нас вот, допустим, храпит на заднем плане, это остин, который спит. Вот, значит, здесь затронем, так, момент подбора. Вот эти части мы, то есть фактически удаляем, то есть не удаляем, вернее говоря, доподчеркиваем. Потом вот здесь мы 100% это, получается, заглаживаем, то есть наждачечкой передаем, получается, натуральную фигуру. Здесь мастерку выводим, в наше направление. Хорошо, к этому потом вернемся, значит, сейчас, на данном этапе, мы поработаем с этими, вот, вот этими фактически отделениями. Как ранее я объяснял, говорил, наши флажки, получается, никоим образом, запомните, раз мы навсегда не держим ровно, ровно нельзя держать, значит, под уклонами. Вот эту кропку мы будем делать по морилке. Перевернули, он весь прорабатывал. Другой флажок. То есть, получается, вот таким образом наделяем, следуем дальше. Давайте коснемся, а именно положение здесь у нас, вот эти части подбираем. Сначала мы производим, что под наклоном прореза. Вот мы доходим до фрезы. Вот здесь не торопимся. Работаем аккуратно. Работаем. Костя, храпит и храпит, а? Устал к ночью сторожить. Храпит. 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 слегка до почищаем наши недорезы значит получается мы подобрали здесь наше положение обозначили сейчас мы отделяем вот так вот индивидуально ромбики таким подрезом только не совсем ровно такой образован такой вот легкий полукруг поэтапно постепенно эту коробочку будем делать именно по морилочке значит получается мы отделили нашу вот так вот резетку получается сделали наш такой скелет теперь давайте на одной плоскости дабы не создавать сейчас данном случае мы именно однозначно что сделаем мы сейчас ее именно отделим с вами вместе сообщу нашу резеточку значит доходим здесь до фрезы выходить сюда не будем проводим точно так же здесь так теперь отлаживаем транспортер в сторону что мы делаем делаем и что нам необходимо чтобы не ломать вот здесь у нас вот эту часть вот эту часть вот здесь целесообразно то есть сделать своеобразный подрез но можно точно так же чтобы сравняться это выйти вот именно вот сюда вот за эту часть подрез делать отсюда под наклоном так значит прорез мы делаем не совсем ровно не совсем ровно вот так начинаем делать наклон здесь на коробку все выбираем вот он вот вот Продолжение следует... Должна у вас выйти вот такая вот... Крезанная часть... Ну и здесь значит... Подрез... Подрез... Вот здесь вот... Аккуратно подчистили... Дальше... Мы взяли кусочек наждачки... Здесь определенные... Легкие перепады... И проходите наждачки... Итак, ребята, получается, как вы видите... В принципе, мы как бы показали момент не того, что, допустим, делается в каком положении отделение фигуры и прочее... То есть, основной принцип просто-напросто... Мы в предыдущих моментах показывали, как, допустим, есть резетка, когда вы ее сделали так или иначе посредством разностороннего набора, фигуры и прочее... То есть, в конечном завершении, однозначно, однозначно, то есть, рекомендационно, рекомендую вам это 100% отделить вашу резетку... Отделить посредством, это получается, подрез... Это, соответственно, то есть, выбор... Если у вас даже по большому счету пройдена фрезой, ничего страшного... То есть, получается, вот такая у вас будет делаться переходная часть, то есть, вот такое вот своеобразное построение... А так, в целом, то есть, дальше, соответственно, разметочки, дальше, соответственно, наборы, дальше, соответственно, можно же, как говорится... В этих кусочках фрагментальности это произвести... Что? Это произвести определенные, допустим, подчеркивания в художественном моменте, либо в геометрическом положении, то есть, отделение... Либо вот так, угловых частей, отделение бортиков и прочее... То есть, ребята, вот такой вот момент, в принципе, вот такие вот окантовки рекомендуем вам. То есть, однозначно получается использовать. В целом, будет оригинально, будет красиво. Все, с наилучшими пожеланиями, Дурф Юрьев, наша команда. Смотрите дальше, интересно, подписывайтесь на наш канал. Все, всем пока-пока, хранит вас всех Бог. Субтитры сделал DimaTorzok